Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда джекоплей, и в сегодняшнем ролике мы с вами проиграем один день, как я играл в своем детстве. Я думаю, что многие из вас увидят себя на моем месте в сегодняшнем видеоролике. Кстати, ставьте лайк, если всегда хотелось продолжить играть за эту семейку, но после обучения вас выгоняли и не давали возможности поиграть дальше. Но мы не пойдем сегодня в обучение, мы пойдем с вами в Новосельск, вот там-то и зарождалась моя первая игра в Sims 2, я думаю, что будет очень интересно. Не могу вообще, охраненная музыка, я всегда себя чувствую, когда слышу эту музыку, как тот чувак из начала ролика. Играл я только за девушек, я не знаю почему, всегда мне нравилось играть именно за девушек. Возьмем хвостик, что там у нас еще, быстро пройдемся по макияжу. Теперь нашу красавицу нужно приодеть. Для этого нам нужно было всегда пролистать, вот просто все-все-все пролистать. А потом, ты возвращаешься просто в самое начало и берешь тот наряд, который всегда берешь. Очень классная одежда, она не отображается как доп-контент, потому что все-таки это официальная одежда, которая была в стори на официальном сайте и также ее давали за предзаказы. Блин, жалко, что в моем детстве этого не было. Все, девушка готова, и самое любимое, что я всегда ставил, это любовь. Хотя, кого я обманываю, я ставил деньги. Рыбы, так как я являюсь рыбой, мои фетиши, это классика. Запах одеколона, официальный костюм, запах фото. Ее будут звать Анна, а фамилия Смит. Вы подумайте и напишите в комментариях, почему именно Смит, а я продолжу играть. Нам теперь нужно выбрать дом для жития в нем. 11 тысяч, 16 тысяч, 12 тысяч, я брал фазенду, вот этого вот фермера, за 10 тысяч миллионов. Очень выгодно. В моем детстве, кстати, тоже не было этих роликов, так как эти ролики были очень требовательные. И моя видеокарта на тот период говорила мне пока. Дом слишком пустой, и нам нужно его обустроить. Всегда почему-то я ставил именно огромнейшее количество тумбочек. А денег у нас мало, поэтому мы вводим код. А в код какой мы вводим? Модхерлодье, только так и никак иначе. Дом готов, и нужно найти работу. Сейчас, как всегда, самая дорогая работа, это у нас будет то, что не надо. Например, военная, да? Скорее всего, так оно у меня постоянно было. 350, самая дорогая музыка. О, и компьютер подъехал, как раз-таки покупать не пришлось. Давайте откроем компьютер. Отлично, теперь можно этот компьютер разместить вот сюда. И начинается самое мое любимое. Это просто вот так вот. Я знаю очень хорошенький код, который называется как бы Max Motivius. Я его даже не знал, кстати. Это я тап нажимал и наткнулся на него. И вот таким вот макаром я его и изучил. Еще одна Смит, смотрите. Я же говорю, что у меня все Смиты были. Они и похожи, они идентичны. Вы теперь понимаете, почему я создаю всегда вот таких персонажей, как Бэн. Да. Ладно, и так сойдет. О, о, кто пришла. Лиза Сивко. Сейчас харканет свой шар, такая хать-фу, бля, хомуха. Попросим о свидании вслепую. Ну, слушайте, ничего так. Ким Борзенко. Эти молнии, мне всегда казались, что эти молнии у нас не вкусы схожие. А то, что, если я это сделаю, то все будет очень плохо. Если вы тоже так думали, то ставьте лайк видосу. Потому что меня эти молнии смущали. А все оказалось намного проще. Питубиджаба. Пан-жа-жа. Че-па-би-ду. Все было просто замечательно. Давайте еще куда-нибудь выберемся. Ля. Подсолнухи подарил. Смотрите, подсолнухи подарил. Мог бы и розочку подарить. Считай, что ли, пришли? Ну, оплатим. Опять работает. Так вот, изо дня в день работа, дом, дом, работа, работа, дом, дом, работа. О, да, пробудить мужское начало. И теперь давайте по второму кругу начинаем изучать кулинарию. Макс мотивя с помощь. И погнали. Вестелушка. Ух. Ну шо, кулинарию изучили. Робота создали. Можно и на свиданку сгонять. Как говорится, дом построили, дерево посадили. И нужно позаботиться о личной жизни. И вот тут самое время поехать на свидание. О, центр. Но в моё детство это называлось даунтаун. Олды поймут. Олды поймут. Ещё один Смит, Михаил Смит. Но этого персонажа я уже не создавал, ребята. Это уже не я. Это уже игра. Но его здесь нет. Или есть? Да, он не приехал с нами. Смотрите, его здесь нет. Сделаем заказ. Заказать еду. Так, нужно самое дорогое. Никак иначе. Это у нас лобстер. А она с кем-то разговаривает. Да. Видимо, у неё всё очень плохо. А, вот. Она вот с этим разговаривает. С дедом. С Михаилом Смитом. А, ну видимо, ты ещё одну тёску нашла, да? Ты отправляешься на общественный участок с кем-нибудь? Но никого здесь нет. Понимаю. Господи, свинота какая-то здесь. Кто это рыгает? Тиффани. Берия, это ты что ли? Бабулька, кстати, из сада, которая. Там, с сады при Доне, которая приходит, проверяет. Нас никто здесь не ждал, поэтому отправляемся домой обратно. Всё. Раз он к нам не пришёл на свидание, мы его позовём домой. Окей, да. Да. Но при этом открыточки шлёт, подсолнухи дарит. Но приходить не хочет. Ну ладно, будешь ты у нас самостоятельной независимой женщиной. И мы отправимся на конкурс поваров. Блинчики в соусе. Ой, как звучит так вкусно и классно. Давай. Сейчас покажет тут мастер-класс наша Анна. Кто и кто, и кто победил? Ооо. Бургер. Бургеры победили? Серьёзно? Ну прям превосходно. Я из моста угомоню свои таланты. Вы же были свидетелями того, что я оплатил счета. Ну что это такое? Счета, что ли, пришли? Ну оплатим. Господи, как я вообще боюсь эту налоговую службу? Это хуже воров. Господи, ты что? Приди в себя. Ну подумай, счета не оплатили. Ну что теперь делать? Просто неоткуда прилетел. И всё, и улетел обратно. Ну что, звоним опять этому возлюбленному? Он собирается к нам приходить или нет? На меня можно не рассчитывать, это понятно? Аня у нас сильная, независимая женщина. Она у нас будет очаровывать нашего ей с моста. Они у нас как бы одинаковые, идентичные, так как ей с моста принимает облик своей хозяйки. То есть, как видите, всё у них схоже. И начинаем работать, работать. А чё это вам не нравится? А чё это? Но при этом ей не нравится. Типа нравится, типа не нравится. Ну вот поэтому, ребята, ни мужа у моих девушек не было. Даже робот не хотел мутить. А если хотел, или когда что-то получалось, робот ревновал. Всё очень плохо, ребят. Всё очень плохо. Всё очень, очень плохо. Это же Борзенко. Борзенко. Ничего не положил мне ку-ка-ка-ху? Нет, вроде всё. Вот так и проходили дни игры в Sims 2. Если узнал себя, то обязательно ставь палец вверх. Не забудьте написать свои комментарии внизу, что у тебя приключалось в игре, когда ты играл в своём детстве или когда ты играешь сейчас. И также давайте наберём как можно больше лайков. Тогда я буду знать, что вам интересно. Двойка. Я буду больше её снимать. И у меня ещё готовится очень классный проект по этой части. Так что, ребят, всё зависит только от вас. С вас лайки, с меня контент. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте заклянуть мои социальные сети. И всем пока-ка-ка!